МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое интересное, что привлекло внимание пользователей и выложено в интернет, смотрите в программе АВЫВИДЕЛИ. Всем привет! Меня зовут Михаил Молчанов. Начинаем! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правила дорожного движения существуют точно не для этого автомобилиста. Типа, я же самый умный, нет у меня времени стоять со всеми на светофоре. А может, он куда-то торопился? Может, что произошло? Об этом поначалу приходят мысли. Но когда дальше смотришь видео, которое автолюбитель снимал сам, то понимаешь, ему плевать на все и на всех. Помимо того, что едет по обочине и на запрещающий сигнал светофора, его даже не смутил полицейский экипаж, который находился у него на встречке. Думаю, краснодарские правоохранители уже заинтересовались этим водителем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А этого парня очень хотят увидеть в отделении полиции соседней Адыгеи. В Яблоновском совсем недавно реконструировали местный сквер. Люди постарались, чтобы у них в родном поселке было красиво. И даже установили арт-объект «Я люблю Яблоновский». Но тут появился тот, кому красота эта не нужна. На кадрах видно, как один молодой человек зачем-то подошел к этой надписи и разломал ее. Все, кто владеет информацией об этом в «Вандале», просьба сообщить в ОВД поселка Яблоновского. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выходной, отличное настроение, недалеко от дома небольшой пруд. А почему бы не пойти и не искупаться? Именно так решил герой нашего следующего видео, но не подумал, что этот водоем-то уже занят. Правильно говорят, в чужое не лезь, а то получишь. Ишь ты какой! Мы тут плаваем, а он решил нарушить нашу идиллию. Не пойдет. Получай! Где живут самые горячие парни? Конечно, на Кавказе. Они даже зимой любят ездить на машине с откидным верхом. Майкопские джигиты колесят по родному городу. И не на чем-то, а на кабриолете. Правда, еще не накопили на иномарку, но и наша отечественная семерка тоже сойдет. Главное, убрать верх, и все. Ты царь дорог. И никакой холод им не страшен. Главное, чтобы заценили друзья и обратили внимание девчонки. Все говорят о пенсионной реформе. Мол, и так тяжело, а тут и возрастную планку подняли. А вы посмотрите, как нужно радоваться жизни, когда ты уже не молода. 65-летняя Светлана Сабанадзе из Новосибирска. Живое доказательство того, что пилону все возрасты покорны. Танцами на пилоне она занимается недавно, но уже успела сбросить 25 килограммов, приобрести подтянутую фигуру и, главное, получает от всего этого удовольствие. И на косые взгляды и нелепые разговоры, как уверяет Светлана, внимания не обращает. Вечерами, когда все домашние дела позади, можно и развлечь ребенка. Несмотря на то, что мама и дитя – обезьянки. Вы когда-нибудь держали дома попугаев? Милые птахи щебечут себе на радость. Иногда, если одиноко и рядом никого нет, так же хочется поговорить. Но они лишь только смотрят на тебя с непонимающим взглядом. И вот как лучше – с молчащими или разговаривающими птицами? Уж не знаю. Не, ну отлично, когда понимаешь, о чем тебя просят. Субтитры создавал DimaTorzok Если этот пернатый может поговорить человеческим голосом, то другому попугаю в пору записаться на уроки танцев. Хотя и без тренировок у него с пластикой все прекрасно получается. Субтитры создавал DimaTorzok Закончить хочется на позитивной нотке. Весна не за горами. И тому подтверждение – цветы, которые распустились в ботаническом саду Краснодара. Пусть пока только одуванчики. Некоторые россияне их увидят лишь через несколько месяцев. А нам повезло. Мы живем на юге. Это были самые запоминающиеся видеоролики на сегодня. Снимайте необычное, трогательное, смешное и присылайте на номер ватсап и в наши аккаунты в соцсетях. Ссылки на них вы найдете на сайте tvcrasnodar.ru, чтобы завтра мы спросили друг у друга. А вы видели? С вами был Михаил Молчанов. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!